Вечер бокса С участием наших звездных боксеров Айдоса, Ербусына и Нурсултана Жанабаева Сегодня на кону три чемпионских титула Нас ожидают титульные поединки Они будут очень интересны И это прямая трансляция для телеканала Хабар из Беларуси Также сегодня нас ожидает дебют на профессиональной арене Боксеров Бета Нурмагамбета, Евгения Павлова Также на ринг видит наш соотечественник Нурсултан Манжолов Что ж, наши боксеры Сегодня я хотел бы проанонсировать коротко бои Которые нас ожидают Айдос Ирбусанова встретится с соперником Нуку Лавалем Давайте начнем с самого начала Евгений Павлов встретится с Патриком Ренатом из Венгрии Дебют Нурмагамбет встретится с боксером из Венгрии Тамасом Ласка Жене Беларус төрінде Минскаласында, Минскаласындаға Даймон Оинсауқ орталығында Касыпкой бокс кеше басталға жатыр Тұрғуанарлыға бұл кештің негізгі кейпкерлері өзіміздің желестеріміз, бауырларымыз, қазақстандық боксшылар араға осынша уақыт салып, қайтадан рингке көтерлудің, қайтадан көпшілік алына шығудың орайын тапты Бұл тұрғуда қазақстандық сүлеймен промоушн, промоутерлік кампаниясының еңбегін ерекше ата бөткен жүн, олар қалыптасқан жағдайға байландысты әртүрлі мұсқаларды қарап, барлық жағдайды ескеріп, сараптап, салмақтап, бақыр осы Беларус елінде қасыпкой бокс кешін өткізудің орайын тапты Және бұл бокс кешінің негізгі кейпкерлері жаңа әртпесі масқа пайтып кеткен, Айдос Ербосуң ұлы мен ұсултан Жанабаев өзіміздің жерлестеріміз кезектерет чемпиондық белдіктерін қорғайды, бұдан бөлек Продолжение следует... 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 На профессиональном ринге с победы дебютирует. С победой тебя, Евгений! С победой весь тренерский штаб, всю компанию Сулеймен Промоушен, которая ведет этого боксера. Действительно, Евгений показал хороший бокс. С первого раунда буквально набросился на своего оппонента и не дал ему даже показать лучших своих качеств. Евгений просто был убедителен на все 100%. Несколько раз отправлял нокдаун своего оппонента из Венгрии. И вот после этого мощного удара слева просто он не смог встать, не смог уже продолжить. Я думаю, что рефери сделал правильно, что остановил данный поединок. Продолжение следует... 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 И в сегодняшнем вечере она участия не примет. И сейчас нас ждет еще один интереснейший поединок. Наш казахстанский боксер Бек Нурмагамбет дебютирует на профессиональном ринге. Совершенно недавно Бек Нурмагамбет подписал контракт с промоутерской компанией Сулеймен Промоушенс. И сегодня он дебютирует и проведет поединок с боксером Томасом Ласко. Томасом Ласко накануне состоялось взвешивание. Томас Ласко из Венгрии. Накануне состоялось взвешивание и оба боксера показали вес. Бек Нурмагамбет оказался чуть тяжелее. 80,5 килограмм, 5,1 килограмм. Томас Ласко 78,2 килограмма. Его вес показал на весах чуть меньше нашего Бека Нурмагамбета. Бек Нурмагамбет известен в любительском боксе. Завоевал он золотую медаль чемпионата Азии. Стал лучшим в Азии в категории до 81 килограмма. В главном бою победил филиппинца Джона Нобеля Марвина. Бек Нурмагамбет известен также болельщиком по выступлениям за команду Асана Арландс. Известный боксер. И вот принимает решение Бек дебютировать на профессиональном ринге. И вот сразу же первый его поединок проходит за пределами нашей страны, Белоруссии. И, кстати, хотелось бы отметить, что весьма серьезно соперник попадается Беку Нурмагамбету. Томас Ласко имеет за плечами 19 побед и 21 поражение. Одну ничью. Больше, получается, больше 40 боев провел Томас Ласко на профессиональном ринге. И это, знаете, похоже на Беку Нурмагамбета. Этот парень не привык довольствоваться малым. Он бьется... Ну, я имею в виду, Беку Нурмагамбету мне нравится, как он боксирует. И нравится его стиль бокса. И я думаю, что тот факт, что он согласился на этот бой против опытного оппонента, говорит о многом. Бек Нурмагамбет умеет, как и что называется, удивлять. И умеет он на ринге показывать зрелищный бокс. Что ж, переживаем мы за наших казахстанцев. До этого Евгений Павлов здорово дебютировал. Сейчас ждем дебюта Бека Нурмагамбета. Конечно же, конечно же, есть волнение. Присутствует волнение. Все мы переживаем за наших ребят. Бек Нурмагамбет все-таки до этого был известен в любительском боксе. А сейчас на профессиональном ринге несколько по-другому. Все-таки профессиональный бокс отличается от любительского бокса. И давайте посмотрим, как перестроился Бек Нурмагамбет в профессиональном боксе. У нас уже до шести раунда поединок. И я думаю, что первый раунд уже должен получиться зрелищным. Видно, что парень настроился. Видно по глазам. Глаза горят. И видно, что Бек рвется в поединок. Я думаю, что Бек Нурмагамбет в профессиональном боксе. 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 Бек Нурмагамбет в профессиональном боксе. Это очень самый бgeordin. Я думаю, что Бек Нурмагамбет в профессиональном боксе. вот 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok а грузия локушек агол да олдан генча карслық танытып есене жермеу кетерсик жатыр я грузиял бақсар ауыр сомен алыга джырватыр салма акуп асауыр салмақта жекпе жекте жалпы оңа емес ясез анауы бай бертш ү College what мұз бөлеміз agora фа ғары көп үлікс қалдың жақте чер реті үді өкек үшенгір жанғар асамыр салма кер awалар дер үшін салы perkң қартын қырышлға Ему изменивает вид на 1 часа. Можем еще и фруктируем. Мы переверим под носом. Но мы достаточны. Когда мы живем в окружающих времен, мы не живем в окружении столбика. Мы живем в окружении, психология физика ауэр сэр бар ед дана она сүрлым барысын да горп каламыз шетчагым алина да в оке сир кауым он ишке дыниесін көп джунем ермеу м м м м м кн я телевизор дан харвот отырганда бәріне оны и сяқты бірақ өзіңіз осылай бойға шығығың көп жүністеп айты отыргандайып наққара тергейі Поехали! Боксер бокса с шокими и двойник да, мы видим, что в таком не таком высоком темпе проходит данный поединок трансляция из Белоруссии в отличие от профессионального бокса и вот мы видим, что титульный поединок между россиянином Александром Устиновым и Торники Пури Чамишвили в проходит такой в равной борьбе видно, что грузинский боксер хоть и уступая в росте, но пытается идти вперед видно, что в предыдущем поединке мы увидели, что Дразан Джан Джанин уступая в росте своему оппоненту Нурсултану Аманчжову сдался боснец раньше времени да, здесь мы тоже видим сдался здесь боксер из Грузии Торники Пури Чамишвили но я думаю, что не настолько безнадежен был в этом бою грузинский боксер я думаю, что мог он продолжить бой я думаю, что даже если он продолжал бой у него были шансы против Устинова не настолько был сильнее своего оппонента согласитесь, в предыдущем поединке султан Аманчжов был намного сильнее Дразана Джан Джанина буквально избивал своего оппонента из Боснии ну а здесь я бы не сказал, что Устинов сбивал в одну калитку Торники Пури Чамишвили ну получается 36 победа в карьере Александра Устинова досрочная победа российского боксера ну а Торники 14 раз проигрывает на профессиональном ринге видно, что расстроен грузинский боксер и на мой взгляд в целом доволен Александр Устинов все-таки на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд Устинов если бы продолжал в последующем этот бой, я думаю, что у него бы вполне могли возникнуть проблемы что ж мы продолжаем трансляцию к нам присоединился эксперт по боксу Миржан Рахимжанов тренер по боксу также чемпион Казахстана по боксу весовой категории до 46 килограммов уроженец Симпалатинской школы бокса Миржан Рахимжанов участник чемпионата Азии по боксу Миржан, ну как в целом вам сегодня вечер бокса в Белоруссии Белоруссия это та страна, где спортивные мероприятия разрешают проводить где проводятся и футбольные мероприятия и соревнования по ММА и по боксу в целом как вы оцените уровень бокса сегодняшнего вечера на данный момент уровень вроде все отлично идет в хорошем самое главное здесь наши ребята сегодня порадовали нас что кто выиграли наши вот бойцы так в целом отличный вечер профессиональный вечер бокса вот и показывает что Устинов победил да Александр Устинов победил и победа досрочная я напомню что нас впереди ожидают бои с участием наших казахстанских боксеров это будут титульные бои Айдос Ирбусынула и Нусултана Жанабаева мы вернемся к этой трансляции через пару минут оставайтесь с нами на телеканале Хабар он браз куб физикалы кишки а кашка кашка о кашка в и посадят кашка Казахстан 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 Жу- provider Мы Убил снег Убил эйде Убил А так С倍 ПрHHH В кассивы бокса 13 дежим иске жеткен алтарь женгилген санди мисс сау тесында боксша газар тыздың жерлесимыз бен жудрық түністерет бокс кеше он раунд кейсептелген және мінер назарымызға газар мұрсултан біздің және және тұрым түністер кеңсіге жейтерің білгі және қаға tree қағырғын келді және тұрым көріп қағырдың кейінде бар қайты жылыңыз бөліңесең білгі қақыт мүл қаға бір қайтыңыз кеңінде және мінер қайты және мәнің қойлар қайтын жәнәне білгі қайтың және мүл қайтысты және мә Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 13 побед в карьере этого французского боксера 6 поражений на ваших ранах оба боксера 28 лет Джанабаеву 34 года боксеру из Франции Нусултан Джанабаев свой последний поединок провел еще в прошлом году, прошу прощения, 14 августа он одолел Стива Гага и отстоял свои титулы в прошлом году провел два поединка Нусултан Джанабаев с Иваном Матуте и также одержал победу наш боксер но сейчас Сэнди Меса и Саут 13 побед я думаю, что, смотрите как, француз выше ростом видно, что хорошо обороняется француз пока пытается найти свой темп Нусултан Джанабаев Нусултан довольно спокоен очень хорошо ведет бой все видит чувствует ринг чувствует соперника чувствует главное, самый тайминг то есть не только слушать свое дыхание и надо слушать соперника соперника чувствовать дыхание соперника это очень важно это очень важно соперник довольно неудобный видите, он постоянно меняет стойки то левша, то правша Сэнди, видно, первый раунд очень активно начал видно, что много работал и Джанабаев как-то изучал его как-то несколько осторожничал, да, но Султан вот видно, что принимается сейчас за активное действие наш боксер да, неудобен Султан выше ростом француз не пропускает, постоянно правой рукой контролирует постоянно вот эту дистанцию Месау Султан умеет взрываться, умеет находить в резшей обороне что пытается сейчас сделать Нурсултан да, мне нравится введение боя Нурсултана вот он уже достает может и закончить досрочно этот бой все может решить, в принципе, один удар на мой взгляд, Нурсултан нацелен на этот удар и видно, он пытается найти эту грешу в обороне пытается именно вот по-разному прощупать своего соперника да, главное не зацикливаться на одном ударе он хочет, видимо, его сильно ударить прям с правой руки соперник уже чувствует, что сильнейшая рука, это задняя рука от нее уходит он да, довольно настырный такой Жанабаев мне нравится его вообще введение боя здорово, сейчас пробивается Нурсултан левой рукой достает француза постоянно идет вперед то, что мы говорили вот именно настрой вот там видно, он настроился и вот иначе пытается уже за активное действие берется наш боксер вот тут аккуратно надо тут немножко размен прошел с нами эту трансляцию комментирует известно, прошел боксер Миржан Архимжан, я заметил, что вы даже комментирует бог, сами раскачивайтесь сами как будто на ринге находитесь да, ну, я знаю тем более этих ребят я знаю их них тренеров вот Ханат Орахпаев там Асет Айсин это те люди которые мы вместе были в одной сборной Казахстана вместе тренировались сейчас вот мы уже скажем как бы тренера они вот готовят ребят и тем более я знаю выступал в одних вечерах с и как бы болею за него да, мы все болеем все-таки наш казахстанский боксер сегодня в Беларуси бьется десять раундов сегодня что мне нравится вот Нусултан он выносливый боксер и если вот вот правильно распределяет силы по ходу всего боя и видно, что даже последних раундов у Нусултана имеется силы резерв сил вот он всегда оставляет я всегда заметил на последние раунды второй раунд мы видим, что сейчас на дом поскользнулся нет, он начали пропустил прозевал удар застоялся на месте тревожный звонок тревожный звонок я думаю не нужно пускать рук нужно торопиться что здесь происходит здесь не нужно торопиться надо восстановиться и надо выравнивать бой я напомню титульный поединок что главное событие сегодняшнего вечера наш Нусултан Джанабаев отстаивает свои титулы в бою с французским боксером Сэнди Мисау не нужно застаиваться двигаться нужно корпусом работать ногами на мой взгляд как-то ниже голову пускает такая ошибочка попадает во время француз может быть боковые удары создают проблему французу и он после этих ударов качается двигаться 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 Мисау кажется тоже сейчас убирал свою победу пытается сейчас именно этот момент поймать и здесь нашего парка нужно выстоять просто этот сложный период вытерпеть этот период да я думаю поймал кураж француз немножко ожил как вы видите мне кажется уже постепенно выпаялся картина но там как-то немножечко уже видно что выправил видно уже опять спокойно хладнокровно ведет данный поединок да ну идти надо с ударами без ударов не надо подходить в опасную зону надо идти с ударами он подходит без ударов и ждет не надо ждать надо работать отвечать надо вам кажется что длинные руки да они создают преимущество французу достаёт дальними ударами своими с дистанцией атакует Сэнди Мисал француз да француз 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 конечно двигается не теряет надежды постоянно создаёт ну в боксе всякое бывало бывало что и когда боксер оказывался нокдаун еону выигрывал это ничего страшного бывает такое в боксе случается да нокдаун это как бы одно очко нокдаун одно очко зрения психологии все-таки для болельщика это когда он это задает какое-то ощущение что боксер как-то несколько уже расклеился до тяжелый раунд был тяжелый раунд я думаю что в целом он дал пищу для размышления впереди еще 9 раундов и я думаю что все самое интересное нас ожидают впереди да меге был жерде нашу тонн эмоция белген сияқты я еси айтарам деп он дай орны тал сеттерді ямне куру отстыра асып асып алға браз аплылы на сол гомен стречне агат осы жерде боксимыз күрестеске салат олсивыр гөрінесе он дай бокса да боптурат онда бір-бірне характерды дейду көрсеттудеген сонды не мен алистер жасайды олсултан гэндэ элэ осы жекпе жекте женске жететінде штий сенім таныта отырым и тькені бізден алдынга жекпе жектерін көріп жүрміз өте қайсар шыдамды эсіресе осындай оныраундтық жекпе жектерге бүкіл қайрату да күшеде жететін сына бұлғар қолға басқа жағынан жасаған нелеллір қойлер для 당연і زелке бездеді элтім жүрміз өте ет Konstа юниш түрге бастап шын иса арайда бөкетіне, көріп сүрге жаса өте еді. бөрсілтанды еңіздүргін мать турмын он колдары жылдам болтын олдар жылдам аа бизе осыны султанды мене таки аула саустратын осындай олдар жылдан деп ошер до осы рингтар пресс олдар ауэрлып он маршпiedz его есия төмим өкүлгейн ірتى Владимир, я не говорю, что вы знаете, проявляю себя, не проявляю себя? Например, если нет, то есть и нет, то есть голодная доля деревея. В этом году я не знаю что, я не знаю, что у меня есть симптомы, а потом я не знаю, что я не знаю, это не знаю, что я не знаю. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 с этим ударом, можно ли назвать Нусултана нокаутёром? Вот сейчас мы видим, пробил его с левой, буквально качтулса, мне показалось, мяса. Да, я вот предыдущие бои видел, он, ну, многие бои заканчивал досрочно, то есть и нокаутом. Вот смотрите, как здорово сейчас действует Нусултан, он первый начинает атаки, не даёт французам идти вперёд, только вот, смотрите, как здорово, здорово, вот так хуже действует Нусултану, постоянно не давать ему начинать атаки, постоянно бить его, встречать его. И причём постараться попасть, мне кажется, по голове, потому что, я думаю, боксёр высокий, и он, если ты попадёшь, хорошо, он наверняка не ожидает сейчас от Нусултана удара снизу. Если удар попадёт, то, я думаю, может французский упасть. Да, здесь рефери покажут, что удар будет ниже пояса. Ну, Нусултану надо начинать с корпуса, надо начинать с корпуса, потом переводить в голову. Заканчивать, да? Да, заканчивать. Вот, голову провёл, и дальше здесь, здесь надо работать. Сейчас самое только интересное, в данном поединке начинается, такие уже раунды, когда уже на первый план выходит уже подготовка, да, уже, то есть база, которую ты заложил уже. Именно вот функционал, который заложен был до этого, в ходе подготовки, я думаю, что сейчас такие вот, и будет, как бы, видно, у кого она лучше, этот функционал. Да, здесь, как бы, ну, самую главную роль играет, конечно, подготовка. Как ты подготовился к этому бою, так ты и выступишь. Ну, много я говорю уже, много, может, всяких факторов быть, может, он действительно, может, тоже болел, может, переболел. И, как бы, я бы не сказал, что он здесь, именно на этом, в ринге, что он в хорошей форме, Мусултан. Что ж, хочется пожелать удачи нашему боксеру, нисколько не расклеиваться. Восьмой раунд в этом непростом поединке для Мусултана, если проиграет, конечно же, не хотелось бы об этом даже думать. Может, ищутся поясов, но не хочется говорить об этом. Все впереди, я думаю, что еще два поединка, два раунда, прошу прощения, еще могут дать ответ на вопрос, кто же победит в этом поединке. Ну, все плохо подготовлено, видно, в восьмом раунде работает в хорошей динамике, встречает. Да, он использует свой рост, свои руки, то есть, он с дистанции все пробивает. Да, Нусултан, вся страна болеет. Нусултан, Жанабаев, наш боксер, да, из Казахстана. Сегодня выступает в Беларуси, в прямом эфире на телеканале Хабар. Мы болеем за тебя, боксер, иди вперед, пожалуйста. Нужно, нужно переломить ход этого поединка. Осталось буквально немного. Если не в этих раундах, то я думаю, что в этом раунде судьи будут отдавать свою симпатии наверняка французу. Ну, здорово, сейчас правой рукой пробил Нусултан. Да, снизу хорошо пробил. Да, снизу получился удар, прошел. Да, снизу хорошо пробил. Субтитры сделал. Мало ли вы сделаны какие-то возможности? В такие вот поиски. Но от полного не поражен, а и поочереду, на брызгании я не верю. И другие карты! И все больше, в то время назад, в то время в вероятность, мы берем эту большую путь, которой в версии в прошлом году раунтер В этом году мы будем играть в 10 раунд. сон граунд назарымызда мурсултан жангабаев узыздың жанбылу облысы қырыздың зауына шыққан қазақ батыры намыстық ойдан ермиттеген үміттеміз боксшыладың кеймі әбден ерте жақсы соққы сериясы кеймдер әбден денелерде қандың ерб 우와 мfeit кейттек барықпандағы хуй кейін әбден ерт kөлбір екетч residential мақыр қаға болувыл шапқа мен айз мәкен байп Matthа дай оландың түнің көріңін дәрінүл керес 보여қшілім бұл сөлің не так много нокаутов было карьере сэнди мисо один раз выиграл француз один раз проиграл нокаутом но всего 13 побед у француза имеется 6 поражений по одному нокауту 5 расправлял нокаут и мы верим что в оставшееся время в седьмом раунде не султан джонабаев я думаю что в оставшиеся раунда я думаю что он суток сможет сможет одолеть своего оппонента нужно делать это радикальный методом нокаутом достает достает есть успехи но султана она пытается да вот переломить чашу весовую пользу иногда это получается иногда конечно вот как назло да как говорится француза ну постоянно работает до постоянно видно что он сам выстроил эту тоже ведение бой тактику ведения боя он встречает нашего боксера ударами и тем самым создается сопер проблема нашему боксеру именно техническом плане не может подойти и что здесь рефери не дает разрешение на положение боя тот пассажер сваритус понимая рефери говорит хочет остановить бой что видимо невозможно проводить бой и до невозможности проведения дать сэнди мисо одерживает победу 14 победу своей карьере не дает здесь врач на продолжение этого поединка кровь буквально залила глаз правый вот раз первых раундов получил сечку на боксерах и у нас бы такая безобидная досечка она в целом а дала себе дала себе знать и уже как бы здесь я как бы немного не согласен здесь но султан мог бы еще провести три раунда остальные вот и укинши жағдай он сутан жангабаев уйден полный шекезе сунды кашласына ес и жилердя он жак калағынын хансырауна байланысты тюреша жекпе-жекте ары қарай жалғастырмау төрер алы шешін қабылдат және сұлтанның бүгінгерей дженгі балған аралық чемпионтық белдіктері франциялық боксшының ендісіне берлет сұлтан бірақ қаймықпа сенмен үлкен үміт күтеміз темен промоушн кампаниясы енді қарымта тезе сөйді өткізудің орайын табар мекен оны да көреміз уақыт өте бірағыны мұна жекпе-жекте қалай екені білмейм ұрсултан өз бейгінен көріне алмады біз күткен біз білетін жерлесің өз-өзін көрсеті алмады франциялық боксшыныңда мақты дайындықтың келгенің креде болсы өте өте она тоңсады қарсысыла ассаса шабулда да шарғана осыда өте жақсы қиымылдат өте жақсы Super Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Айдос обережет себя, удастся от его знания, а в других городах, что он рассказал о том, что он в этом месте есть очень легкий, он приезжает в верхнем углу, и он говорит о всем будущем. Айдос Айдос, который был в Казахстане в ВБО «Глобал» Продолжение следует... 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 Вот видите, он опять вяжет. Дальше надо будет. И правый снизу. Роуши удары и снизу проходят у Айдо Свербоса. Проходит ведь, дает же Лаваль абсолютно делать все. Проходит удары, терпит. Да, Лаваль такой крепкий боец. Терпеливый, да, боксер. Вот здесь вот что-то не хватает, вот здесь вот. Не хватает, на мой взгляд, завершения, да, такого удара, который мы можем сейчас. Да, вот он, вот он, вот он. Получился. Да, попал. Ну, я думаю, еще два таких ударов, я думаю, точно на полу окажется Лаваль. Да, сейчас не проходит, а у Лаваля проходит. Да, потому что, видите, и Айдо Свербоса пропустил. И сразу тоже его поймал. Что, шестой раунд закончился. Весьма непростой был раунд, я думаю, что, ну а, по крайней мере, наш боксер может похвастаться тем, что дважды он весьма неплохо попал. По Лавалю мы посмотрим за этими эпизодами. Доставал он даже, вот смотрите, даже из дальней дистанции доставал. Да, доставал, да. Вот они, серия ударов. Неплохая, кстати, исполнение Айдоса. Вот он, правый, серия. Что ж, давайте смотреть, все самое интересное еще впереди. Четыре раунда еще нам смотреть. Я думаю, что здесь еще не все ясно, не все понятно. Но Айдос должен побеждать, на мой взгляд. Все-таки этот соперник ему по зубам. Ну, я бы сказал, как бы невооруженным глазом видно, что ведет Айдос. И по очкам идет, и по всем параметрам ведет. Я думаю, что мы теперь, куда боксировать. Нельзя принимать не все удары. а коз порченый дабин шарша хана горит тюренда жетраунд поя ай-ақтан мақытырып ашыласқа төтеп беру оңай мес ос поқушында соққылары жойқын асресе дөптейіп жатқандары айдосқа аяқпын жұмыс жасау жетіпейтірма и ау ай-ақты қосу берек ой аяқ аяқпын бірес кемелдап германиялық бұлғар қолғапшын ері бір ойлағандай оңай қаршыласы емес екен және оны осы аралыққа дейін дәлелдеді айдоста о екі үш жақсы бір мүмкіндік болды қаршыласын сұла тұптастауға бірақ шеберлік дейміз ба жағы бастағанысты соңына дейін жеткізу жетіспеген сияқты бұл ауалдың өзі бүнгі дейін отыздан аса жекпе жек өткізгенін айттық бұл үнді біраз тәжіребенің барын білдірет соның әтшересінде мәйтеуір аяққа нұқтырып кезесуді уақытнан бұрын аяқтауға мүмкіндік берген жоқ қазір жетінші раундтың басым бөлігі өтті және қосқаршылас тен дәрежеде өндер көрсетті жатырдыуге келетіншіғар алғашқы раундтардағыдай шерактық ептілік мобилді қимылдар байқалмайды көрсетті және қалмайды айдос қарсыласын сөк қанасын алға жатыр бірақ бірмәне алға қоксарында мақтылығығың дау керек сэл димауал димауал дебатыр папкеры лауэль шыдан декен олда шешу шурол даткара декен даст пойбокста соққыны жасау мен гатар соққыны қалды білуделген ойнер екенде көнеме жеті бұры еміне тәліректе қоспоқшыла қатт шаршағы он енді төлге анық көрін өмір тұр ойшыр сетейде вақыт жеткерін үмір алда ашыра ұнпар а айдос сербосынлыга жекпе-жекты соза берген аса бір тимбелес уақыт өткен сайын көңілге бір күтіктер келет кене мукулау-ал сондай бір кеміне әлемдік берңгейдер алтынығыңағат қарды қорды, боксшу екер әбден дженілге болатын әлімен дегенес сенбілік жағынан да айдосын басын келеп мазай қалып түркім солғар салында ұйған стратегия жоспар енді ойдағдай орындалуына қаланды көздесіпіз айтпесе кәсіппой бокс және кезгелген сәт МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА два раунда осталось до конца этого боя видно что оба уже подустали хорошо поработал айдос в предыдущих раундах набрал очки я думаю что даже вот если ничего такого не произойдет я думаю что не стоит переживать исход данного поединка но хочется хочется эффектной точки в данном поединке и на мой взгляд лаваль давал такую возможность в том плане что открытый бокс мы наблюдали сейчас мы видим что уже из последних сил действуют оба боксера чемпионские раунды и вот айдос пытается вот и наносит удары их проходят удары но лаваль оказался крепким лаваль ему лавали очень здорово на мой взгляд не падает терпит даже как крепишь держит удары не валится не снова не валится хотя да вот были основания для этого были кстати пропущены удары от айдоса но лаваль вот вытерпел на что сейчас надеяться понятно что я не вижу за счет чего может лаваль переломить вот чашу свою чашу весу свою пользу ну как говорится это бокс это бокс здесь каждый может откуда-то найти силы ударить у них тем более они не маленькие веса если они вот такие шальные удары попадут то это может быть плачевно да накануне стояло взвешивание 76 целых пятьдесят килограмм показал айдос лаваль 75 целых три десятых до обменивались ударами у боксера последних секундах шестого восьмого раунда прошу прощения еще два раунда впереди девятый раунд девятый раунд чемпионские раунды чемпионские раунды действительно я думаю что уже поединок целом может быть оправдал по крайней мере зрители вот видят красивый бокс выполнение обоих боксеров да айдосу осталось только поставить точку как бы яркую точку яркую концовку завершающего удара да вот не хватает которого который мог бы поставить такую найти эффектную точку вот и мог бы отправить соперника в нокаут да ну айдосу по силам это все по плечу может сделать да хорошо работает последние раунды видимо в силы приберег наш боксер но сейчас пытается снова айдос уже да и тут прижал да уже прижимает уже до 1 это пахнет жареным лавали и сразу же прижимает айдоса видно что айдосу приберег да свои силы вот и может быть еще на концовочку этого раунда наверняка вот тренер подсказывает в углу что давай сейчас вот нажми вот еле стоит а боксер нужно вот и вот пытается айдоса сделать и вот собирает всю силу в кулака боксеров германии что-то пытается сейчас ответить да ему надо отдать должное что он действительно делается до конца как бы показывают что именно показали ребята именно их не главный бой такой интересный бой делает все здесь здесь надо идут у сделать яркую концовку да конечно же времени еще предостаточно в буксе минуты хватает на многое в том плане что можно еще нанести разящие удары по по своему оппоненту еле стоит мне кажется уже лаваль да но это тоже шатается мы до этого показывали бой с участием оскара вальдеса видели что вот на протяжении всех раундов он боксировал своим соперником и буквально уже последний секундах по этого поединка он смог дожать и уже когда чувствовал что шатается он уже отправил своего соперника в нокаут я думаю что здесь может быть айдос последних раундах может быть на завершающих секундах сможет нанести удар все мы видим что лаваль шатается лаваль уже еле стоит и я думаю что если пропустит еще один удар снизу кстати у него вот хороший удар проходит у айдоса левым джебом и вот здорово сможет лаваль упасть раскрывать надо да еще один удар еще еще вот она это возможность для айдоса нельзя его пропускать близко лаваль пользуется тем что вы айдос не мог размахивать ударами да повезло мне кажется боксеров германии что завершился 9 раунд что же последний раунд остался и дотерпел лаваль до 10 раунда да и я думаю что почему-то мне показалось даже еще в первых трех раундах что мы увидим досрочную победу нашего боксера но дотерпел до 10 раунда и надо дать должное лавалью может айдос здесь десятом раунде покажет все на что он способен десятом раунде да сейчас увидим последний раунд как как аддас себя айдос это последний раунду папкер жалгастыр жалгастыр дед жана пармен бервет бірақ айдос түн күшіде жана жетпед бір жана уақытта айдос түн күшіптастыр 15 секундта ештен еш-шелмады айтпесе тоғыншыраунд түн соңына гарай бір мүмкіндік көрінгендей болды осы боксшыда айден шаршаған айтыгету бергігер вечерде вла plane частицы отыскатыр снах жалаур trabalhы друг другого хочу, то дуде как он musi Arc疫елетшимся айтпесе ге мифти начинка этого года человек-цебетный отакфандат сейчас месяц а я ага кетті ринк тинг барра черги обе малынган осы боксши да а ян жаткан жок осы мержа байкан жарсы на көрмендердің аздығы ассырсеказ кәсбей боксу да кейбриеллерді мүлде кіргізілмейді болда аркен ақпалын беретін сияқты айты қалап таз industry клиен, лет н HIS отықстан и ол наңын аларма сайланыю ға, олға рақ естік қалапы umm'dер коржосның көрмендердің бусың ол арасы істекі нә үжіңGreen басқа мүлде керке、 болу бұлдардың басталып көр边 ү terrorільшілмейдердің например, этоға шысыйтызwu Gobierno жоуің келетіндердің болидуы там approveна хақтеду керн 읽і.. шум-quier Я не знаю, что это не так, и цветы, и характеры, и боксеры. саша ланга шагов и зато все дешевле то он чыра он первый минутка житер жетпес аралық мы на 45 кана секунд калды айдос енді курсет мне зі көрсет бапты көрсет канцовка дейді о кейді е бізге тоқтама соқ жен из керек кеқтан асол беру Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok